Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу, и в этом видеоролике я вам расскажу все, что знаю о разбойниках, о ножиках, как привыкли их называть игроки линейки, о этом самом классе. Мы с вами разберем стартовый шмот, мы с вами разберем скиллы данного персонажа, что хорошо, что плохо, чем силен или слаб этот персонаж, поговорим с вами о статах, которые необходимо прокачивать на данном персонаже, ну и конечно о сильных, а также слабых сторонах данного чара. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки, обязательно комментарии от четырех слов, ну и конечно же не забывайте скинуть этот видеоролик своим друзьям. Я начинаю. Сначала хотелось бы сказать о главных плюсах данного персонажа, один из самых интересных по геймплею чаров, лично по моему мнению, один из самых лучших дамагеров по рейдовым боссам, один из самых интересных на максимальном бусте чаров. Ну и в целом сейчас на корее ножики творят грязь, но вы должны понимать, что это огромнейшая сумма доната в первую очередь, ну и конечно же данный чар это достаточно донатозависимый персонаж. В целом на слабом донате достаточно сложно играть, за ножика на среднем донате уже куда интересней, ну и на сильном донате ножи раскрываются очень-очень сильно. То есть если у вас есть скиллы, если у вас есть полный обвес данного персонажа, то геймплей за него будет очень жестким. Если есть шейхи, которые готовы вливать там огромные суммы денег, да, то нож раскроется очень жестко. Вы конечно не станете лучшим по ПВЕ составляющей игры, то есть вы не сможете фармить быстрее, чем все, да, но именно рейдовых боссов забирать, а также еще некоторые моментики, такие как интересное ПВП, этот персонаж вам даст. Начнем мы с вами разбор со способностей данного класса, что у него есть, чего у него нет. Первый скилл это Mortal Blow, это нюк, дополнительно наносит урон, ну и понижает Potion Recovery Rate. То есть мы сразу же уже с самого первого скилла с вами видим то, что это ПВП заточенный персонаж, который у нас с вами будет дополнительно снижать бонус с отхиливания банками. То есть простой Mortal Blow даете по цели, да, и вот уже там вместо 50 регена ХПС банки, да, он будет регенить гораздо меньше. Важная способность в начале игры выносим на нашу с вами панельку и зацикливаем ее на постоянный юз. Следующая способность Quick Step, важная способность, это наш бафчик. Стандартно на всех классах есть подобные скиллы. Активный баф, который повышает скорость бега, скорость атаки, а также скорость коста. Зацикливаем внутри книги и забываем про него раз и навсегда. Elemental Resist. Можете брать, обязательно брать. Потребляет достаточно большое количество МП, но тем не менее вы на 25 секунд имеете резисты дополнительные к воде, огню, винду и эрсу. На стартовом этапе стартовой гонки в первые полгода, если вы не сверхшейх, то в целом эти резисты не будут как-то отличать вас очень сильно от всех остальных. Но в следующих локациях, когда откроется Орен, именно вот резисты от воды, от огня, от винда и от земли будут иметь большое значение. Поэтому в целом скилл очень хорош. Ну и конечно же скилл Resistence вы проще, чем все остальные, закроетесь в ПВП от скиллов ваших противников, ну и также от некоторых скиллов боссов. То есть Elemental Resist классный скилл. Power Focus классная способность, All Damage плюс 1, пассивная способность выучили, забыли. Mortal Strike дополнительная меткость в мили, Evasion Boost это дополнительный дефенс, то есть я не понимаю логики разработчиков, когда они называют это Evasion Boost, хотя вместо уклонения добавляют этому персонажу просто плюс дефенс. Ну такое. Chance Focus хорошая способность, Double Chance бустится на 10%, Double Chance на ножах разгонять обязательно, как и шанс крита. Хороший активный селф-баф, в обязательном порядке 100% времени на себе иметь. Далее мы переходим, по моему мнению, уже к интересным способностям, это синие скиллы. Здесь у нас с вами имеется Death Strike, то есть, как вы помните, да, мы вначале имеем всего лишь один нюк, Mortal Blow, вынесли на панельку, у нас с вами стоит один скилл и все. Вот он самый второй нюк, Death Strike, что он делает, он имеет шанс, во-первых, он наносит урон достаточно большой, да, и он имеет шанс нанести так называемый Destructive Damage, это огромный урон, грубо говоря, да. Каким образом работает именно шанс нанесения Destructive Damage, я, если честно, не знаю, это что-то по типу леталов в линейке, но на самом деле не настолько жестко, то есть нету такого, что вы будете наносить сразу леталпу какому-нибудь боссу, и он будет умирать, нет. Просто это, ну, такая вот приписка. Просто на самом деле можете воспринимать Death Strike как второй обязательный нюк у вашего персонажа. Death Focus, активная баф-способность, которая бустит weapon damage на 5, тоже важная штука, и что самое важное, весь weapon damage boost на 5%. Очень мало где в коллах вы можете закрыть именно weapon damage boost, у ножиков такая возможность есть с бафа. Поэтому Death Focus мы с вами в обязательном порядке учим. Wind Volk, самый важный скилл среди всех синих. Дополнительная скорость передвижения 30%. Вы быстрее будете бегать от моба к мобу, банально, и это очень сильно ускорит прокачку вашего персонажа. Ну и в PvP вам будет проще догнать кого-нибудь и убить. Shadow Clock, активный скилл на Magic Community 10%. Мусорный, выкидывать на него специально деньги в начале смысла абсолютно никакого нет. Но проучить в обязательном порядке стоит. Далеко не в первоочередности, если выбирать какой-нибудь любой другой скилл или Shadow Clock, учите его в последнюю очередь. False Magic, это дополнительный Magic Crit Heat Resist. Закрываемся с вами от магов, закрываемся с вами от орбочек. Хорошая способность. Ну и Focus Accuracy, это у нас с вами миле меткость. Редкость, наша с вами именно, которая нас интересует. Также классная способность. Дальше переходим к красным, к важным способностям, к интересным способностям, в отличие от многих других классов. Height. Скилл, который юзаться будет только ручками. То есть, с точки зрения какого-то геймплея на авто, не юзабельный скилл. Height работает очень классно. Но при использовании данной способности вы действительно уходите в хайт, и вас никто не видит. А у вас экран окрашивается таким сереньким цветом, как будто бы вы в сумраке в каком-то. Идем дальше. Assassin's Vision. Важная способность, которая накидывает марку на вашего противника. И вы будете наносить по этой цели больше урона. То есть, соответственно, вы будете маркировать это, знаете, как вов-метка охотника, да, или там, как же это называется-то в обычной линейке? Крит рана. Ну, это, грубо говоря, как крит рана работает. То есть, вы маркаете цель и наносите по этой цели больше урона. В целом, в целом, хорошая способность, интересная. Особенно в боях против боссов. Веном. Один из самых важных скиллов также на ножике. Он дополнительно дает возможность прокидывать дебаф в виде Венома. То есть, это тикающий дебаф на цели. Он снимается, конечно, кьюром. Если вы будете активно играть ручками на той же самой арбе, да, то он снимается. Но в целом, этот скилл не будет контриться в начале игры совершенно никак. Что он еще дополнительно делает? Он вырезает еще реген банок на 50%. То есть, если мы в ПВП с вами будем прокидывать, как вы помните, Mortal Blow, да, это 20%. Еще сверху мы будем накидывать с Венома. То есть, в ПВП цель будет с банок регенить очень мало ХП. Ну, и станок Юроси минус 10% давать еще дополнительно будет. То есть, очень классная способность. Кстати, она классно выжирает ХП боссов. То есть, Веном будет постоянно висеть на боссике, и боссик будет отъезжать очень быстро. Critical Wound. Дополнительный шанс крита и дополнительный экстра дэмэдж на этот крит. Аж 10. Это очень сильно бустит вашего персонажа. В обязательном порядке проучивать, как только появляется возможность. Grand Dagger Mastery проучивается только в Орене. Кстати, Critical Wound. Это у нас с вами скилл, который будет учиться, по-моему, у НПСа за Адену. Поэтому проучивать обязательно. Poison Terror. Не факт, что этот скилл будет, но тем не менее, вы будете иметь возможность нанести дополнительный урон с обычных атак, либо со скиллов. То есть, просто-напросто, ну, дополнительный урон. Важный спелл. Reset Movement. Вероятнее всего, не будет этой способности на старте, но тем не менее, разобрать, я думаю, что стоит. Грубо говоря, вы убиваете цель в PvP, и у вас откатываются ваши кулдауны. Важная способность, на самом деле, именно для PvP. Классная. Хайт не откатывает, сразу говорю. То есть, хайт не будет откатываться. Ну и, опять же, имба, который с визуальной точки зрения делает вашего ножика гораздо более устрашающим, Shadow Blade. Вы будете создавать одну свою копию, которая будет вместе с вами атаковать противника. Это классно. Это как минимум с визуальной точки зрения имба. Shadow Blade классная штука. Ну и обычные атаки она только будет дублировать, скиллы не дублирует. Фиолетовые скиллы обычно не разбираю, но здесь есть скилл Марионетка. Это просто дичь. То есть, если брать все фиолетовые скиллы, то, наверное, на ножике максимальная концентрация моих любимых скиллов. Это и Shadow Step, телепорт за спину с дополнительным там станом, контролем и всяким говном, и Марионетка. То есть, очень хотелось бы на максимально забущенном ножике побегать с вот этими двумя фиолетовыми скиллами. Это прям очень-очень мощно. Так, это что касается скиллов. Дальше мы с вами быстренько перейдем на карточки. Хотя давайте, наверное, даже разберем сначала статы. Почему он еще хорош, этот класс? Этот класс хорош за счет того, что у нас с вами приоритетные основные статы — это STR. Также, как только мы вытопили все, что у нас возможно в STR, мы дальше начинаем разгонять агилити. Это хорошо, потому что вы можете пересесть с такими статами с STR и с агилой, как на танка, так и на гладиатора, BDH с VS-ку. Неважно. Либо же там в патче с Орона мы можем легко пересесть на Варлорда, или в патче с Адоном мы можем из этого класса очень легко выходить в дестройера. Дестры будут лица шатать. Ножик — хороший вариант именно для этого самого перехода. Идеальный, я бы даже сказал. Статы. Что нас интересует на этом классе? STR, агилити, остальные скиллы. Максимальное ХП, демидж редакшн, дефенс, мэджик демидж здесь нам не нужен. МП рекавери — важная способность, опять же. Меткость, экстра демидж, випон демидж. All демидж, атак, спид. Вот это основные статы начальные. На первые полгода вам хватит этих статов. Ну и среди милишных это в обязательном порядке. Милишный урон, милишная меткость, милишный крит-хит. Ну то есть в целом весь раздел можете вот это проучивать. Но основные важные — STR, мили демидж, милиакураси, мили крит-хит. Остальное очень дорого. Очень-очень дорого. Поэтому задумайтесь. Ну и в обязательном порядке, конечно же, не забывайте скилл резистенс прокачивать. Который, кстати, у ножей наравне с дабл-ченсом и с шансом крита гонится очень знатно. Поэтому присмотритесь. Карточки наших классов. Кто интересный, кто неинтересный, кто донный, кто не донный, кто пвешный, кто пвпшный. Разберем с вами доступное именно в начале игры. Темные эльфы, что у нас будут иметь? Shadow Clock дополнительно. Скилл резистенс еще повышать будет. Ну, неинтересно. Ну, абсолютно неинтересно. Гномы. Гномы интересно за счет того, что если у вас есть десфокус, вы еще будете минимум демидж повышать. Каким образом это работает вообще? То есть, как я это понимаю, у нас с вами есть определенная формула, то есть график, да, где у вас есть ваш минимальный урон и максимальный урон. Вы как раз-таки эту планочку минимального урона будете сдвигать. Благодаря именно усилению таким образом десфокуса. Светлые эльфы, как по мне, одни из самых интересных, которые делают способность ВВ, работающие совсем по-другому. То есть, кроме того, что вы на себя будете прокидывать баф ВВ, он у вас будет стоять еще на вашей панельке. За счет этого скилла вы будете скидывать с себя любые холды. То есть, это рут от лучников и так далее. В целом, как ПВП вариант хорошо, но он еще сильнее не бустит винт волк на скорость бега, поэтому, ну, смотрите сами. Ну и стандартный абсолютно вариант, это улучшение десстрайка, дополнительный урон по целям, на которых уже висит ваш поизон, либо веном. Универсальный вариант для большинства ситуаций. Дальше мы с вами переходим к красным карточкам. Сразу скажу, какие будут доступны на старте. Это Эрика Кенвебер, это Старис, это Кентарон, это Фарис. По поводу Канан точно будет недоступен. Возможно, возможно, в ближайшем патче ведут Карма Нестуса. То есть, это, опять же, альтернативная карточка Мойны или альтернативная карточка, как она называется, табожечки, Кастеллы. То есть, примерно такая же карта есть и у Ножей. И это как раз-таки Эстус. Адрины, по-моему, не будет. Поэтому Кенан и Адрины не будем обсуждать. Эрика Кенвебер. И чем она хороша вместе с Старисом? Что это вообще за карточки такие? То есть, смотрите, мы с вами делим на две категории. Это у нас Кентарон с Фарисом, которая, по факту, одна и та же карта, только с различной визуализацией, да, и с различными немножко статами. С одинаковыми при этом бустами к скиллам. Но имеется также Эрика Кенвебер вместе со Старисом. Старис. Это у нас с вами улучшение фокуса Кьюроси. То есть, вы еще больше будете разгонять меткость. Это повышение минимального дамага. Это повышение дамага с Дестрайка. И это улучшенный хайт, который еще будет вам дополнительно давать восстановление вашего ХП-МП, когда вы входите в стелс. На карточке Фариса у нас с вами идет улучшение, опять же, меткости. Улучшение Шадоу Клоука. Улучшение Винд Волка. И улучшение Венома. Что мы имеем? Старис вместе с Эрика Кенвебер это ПВЕшные карточки. Для ПВЕ они будут гораздо интереснее, чем тот же самый Кентарон с Фарисом. Кентарон с Фарисом у нас с вами уступают ПВП-картами. То есть, две бисовые карты, Старис и Фарис. Смотрите сами, что брать. Я бы рекомендовал брать Стариса. Пускай он выглядит крайне ущемленно, убого, ничтожно, некрасиво ХЗ. Но хороший вариант, хороший вариант именно, как именно с точки зрения выжимания КПД с карты. По поводу Эстуса. Я не помню, честно, когда его ввели. Вероятнее всего, его ведут с патчиком еще до патча с Ареном. Точно так же он хорош тем, что у нас с вами он будет на дуале Глада. То есть, Глада будет задавать Денсы Сонги, переключаться на Ножика и вырезать. Но здесь стоит учитывать, что эта самая карта, это у нас с вами аналог ПВП-шной карты. То есть, Фарисом будете бегать или Эстусом. Если между Фарисом и Эстусом, вариант Эстус, конечно, интереснее. Если разница между Старисом и Эстусом, тут уже смотрите сами. Это что касается карты. Далее, Агатиончики. Быстро пробежимся по Агатам. Что рекомендую, что не рекомендую. Сукуба. Хороший вариант для Ножа. За счет того, что Дабл Ченс мы с вами бустим аж на 3%. Вампир. Бисовый вариант среди синих карт. Она же Асманой. Проблемы будут, когда вы выучите второй нюк только. Поэтому можете гнать Королеву. Сидж Голем. Хороший вариант. Рейнбоу. Хороший вариант. Вот эта карта Дарк Фэнк слабая. Лесер Феникс слабая. Айс Фейри Сира слабая. Это интересная карта, но... Агатиончик, но он чисто для коллекции. Красные карты. Здесь с вами бисовые варианты. Это Закен. Дополнительный конфуз. За автоатаки и скиллы. Плюс гонит Дабл Ченс. Очень хорошо. Альтернативный хороший вариант. Это Таути. Плюс меткость по застаненным целям. Если у вас есть уже скиллы со станом, Таути для вас будет смотреться хорошо. Галаксия слабо. Тот же самый Закен будет интереснее. То есть из всех возможных вариаций я бы выделил Филин, я бы выделил Закена и Таути. Это что касается Агатов. Далее. Здесь мы с вами перейдем на шмот. Ситуация со шмотом не сильно будет отличаться. Вначале мы будем смотреть как? Мы будем смотреть сначала по пушкам. Поэтому давайте быстро по ножам пробежимся. Ножики ломаются. Есть ножик, который не ломается. Это Дарк Скример. По факту альтернатива среди зеленых ножей с таким количеством меткости, во-первых. Есть, конечно, Селена с Даггер, но он, во-первых, ломается. И вы будете часто приходить, когда у вас Чар стоит на автофарме, у вас просто сломанный ножик. Альтернатива единственная, по-моему, более-менее по урону. Это Дарк Элвин Даггер. Но я бы рекомендовал выбивать Дарк Скример, точить его на 6-7-8 и не заморачиваться. Этого более чем достаточно. То есть до 55-х уровней, до 60-х люди качаются спокойно с Дарк Скримером. Дальше. Среди синих ножиков, что у нас с вами есть? Вначале будет Крис, Джайант Даггер, Твайлайт и Кристал Даггер. Это 100% будет. Этих, скорее всего, нет. Самый мусорный из этих ножей это Кристал Даггер. Он, во-первых, ломается, как тварь. То есть на нем нету Unbreakable. Во-вторых, он по статам, ну, посредственный. Твайлайт Кнайф. Хороший. Еще дополнительно разгоняет Poison Burst. То есть мы будем еще дополнительно один яд накидывать на цель. Для боев с боссами и для ПВПшек хороший вариант. Крис. Тоже очень хороший варик. Бисовый по статам. Джайант Даггер брать не рекомендую. Даже при том, что он не разрушаемый. То есть среди синих ножиков я бы гнался, наверное, из всех только за Крисом. Джайант Даггер я бы не брал, особенно на стартовом этапе, да. То есть если вы, конечно, хотите их купить 20 штук и поточить их, окей, тогда ладно. Но если вам бюджет не позволяет, то забудьте вообще про него абсолютно. Поэтому Крис самый нормальный вариант. Среди ножиков красных здесь у нас с вами будет на выбор в начале сыпаться. Ну, как сыпаться. Они в продаже хотя бы будут присутствовать Демон Даггеры. Можем обратить свое внимание именно на Демон Даггер. Потому что он как минимум не ломается и имеет хорошие статы, которые гонятся при заточке. Крумахорн это ультимативная классная штука, которая также будет доступна со старта только тем ребятам, которые будут фармить монстров Крума. Мутейтед Круму. Это босс рядом с самой Крумочкой. Видел пару раз дропать этого самого ножа. В целом имба. То есть если сравнивать с Демон Даггером, ну он на порядок лучше. Гнаться и покупать Демон Даггер не вижу абсолютно никакого смысла. Если брать, в пример, Архангел. Архангел это вариант хороший. За ним можно и побегать. За него можно и заплатить. Но ни в коем случае не платить за тот же самый Демон. Потому что, ну это мусорка вообще. Просто забейте, забудьте. Даже тот же самый перебущенный там девятый Даркскример будет, ну не сказал бы, что прям сильно слабее, чем Демон Даггер. Как-то так. Дальше переходим к шмоту. Здесь ситуация на самом деле в шмоте универсальна, как и для всех остальных классов. Но она будет зависеть от того, будет у вас в наличии или нет второй нюк. То есть пока у вас нет Дестрайка, вам визуально может казаться, что у вас проблем с маной нет. Потому что вы будете бегать на одно Mortal Blow и ману у вас проседать вроде как не будет. Но стремимся-то мы к чему? Стремимся мы с вами к топам, поэтому мы стремимся и размышляем только с позиции того, что у нас с вами уже есть синий скилл. Когда есть синий скилл, вы можете брать Кармиан. Синего скилла нет. Чисто теоретически можете одевать на себя теку, крафтить ее или выбивать еще где-то. Но это как небольшая такая альтернатива. Среди синего шмота безальтернативно Blue Wolf, абсолютно безальтернативно. Среди штанишек здесь опять же все просто. Gators of Underworld по нежити. Улучшенная версия Devil Pact по нежити. Базила ультимативный в остальных ситуациях. Это как PvP, так и бои с боссами. Или если богатые, Blue Wolf. Идем дальше. Это что касалось у нас с вами штанов. Так, перчатки. Перчатки. Blue Wolf имба, особенно для ножей. Классно разгоняет именно ножиков. Кармиан. Либо как альтернативный, опять же, вариант. Мили дэмэдж можете по агрео взять. Либо метрилки. То есть все, что гонит либо мили дэмэдж, либо all дэмэдж. Вы можете рассматривать как альтернативу дополнительную. Ботинки. С ботами все тоже достаточно легко. Либо это кармиан, когда вы на двух скиллах стоите. Либо если не стоите на двух скиллах, то чисто теоретически можете на себя напялить. Пялить. Сейчас я вам его найду. Митрил буты. То есть немножко подбустит вам вашу живучесть. Но собирать сеты из четырех предметов не рекомендую. Именно метрил сета. Потому что это, опять же, мусор. Ну, прям совсем. Шлема. Со шлемами все достаточно, опять же, просто. Мы с вами одеваем кармиан. Если нет сета, либо не собираемся его собирать, то можете и елвин метрил взять, и обычный метрил с хп рекавери, либо бронз хелмет. То есть, ну, то смотрите, метрилка будет поинтереснее за счет кика хп. Среди синих шмоток без альтернативы мы с вами берем блю вульф и забываем про все. Но в целом, в целом, вот просто чтобы вы понимали. Вот разницы между метрилом, бронзом, кармианом, не такое большое количество. Я рекомендую всегда бегать на фуллмане, чтобы у вас была мана на вашей нюке. И собирать кармиан. И вообще, ну, забудьте про какие-то альтернативы на стартовой гонке. Плащи. По поводу плащей. Сильвером мы закрываемся в пвп и от боссов от некоторых. Как альтернативу можете взять прайн, но его, скорее всего, этого самого плаща не будет на старте. Среди синих плащей Саламандра или Медуза. Саламандра это пве вариант, Медуза пвп вариант. Рубашки. Что по поводу рубашек? Виджиланты. Скорее всего, она будет лучше, потому что если у вас есть кармиан, шорт оф концентрэйшн брать вам смысла никакого нет. Также вариант для и синих рубашек. Это СТР и мили дэмэдж, шорт оф майд. Хороший варик. Сигели. Среди Сигелей все просто. Фейри Сигель. Как только нашли аристократ, бегаем с вами с аристократом. И даже не смотрим на синие. Ну, давайте будем честными. У Эринчантный аристократ будет интереснее, чем незаточный Дрим Сигель или Холи Сигель. Но Холи Сигель важен именно для прокачки в Лоа. Так, все. Бижа у нас с вами осталась. Некли. По поводу Некли здесь интересный достаточно подход. Денег нет. Берем с вами в таком случае Феникс. Деньги есть. Берем с вами Адамантит. Далее. Среди синих. Адамантит будет дороже, чем Феникс, сразу говорю. Среди синеньких Неклей, что нас с вами будет интересовать? Здесь у нас с вами имеется Пандруид. Вот этих, кстати, Неклей поначалу будет очень много. Пандруида будут фармить, поэтому они будут присутствовать на рынке. То есть, среди синих легко, достаточно добываемая синяя Некля. Как альтернатива. Как альтернатива неплохая. Это Авакенинг. Либо, как вариант, Ирнинг. Но Ирнинг более слабый вариант. Авакенинг будет поинтереснее, если у вас есть скиллы на стан. Далее. Сережки. Антраос Волокас. Кольца. Сет бижи на резисты от стихий. Синий сет бижи и белый сет бижи. Такой же еще дополнительно. Среди зеленых колец тут уже есть куда разгуляться. Это Феникс в обязательном порядке. И Блэк Пёрл. Идем дальше. Это что касалось колец. Пояса. Инсоленс либо Митрилка. Смотрите сами. Среди синих поясов у нас с вами будет, вероятнее всего, Адамантит собираться. Либо, как вариант, это Церберус. Тоже неплохой вариант. Если есть Церберус или если есть Адамантит, берем какой-то из них. Но в реалиях той игры, которая есть, к примеру, сейчас на Японии, Адамантит, это более интересный пояс. Браслеты. Браслеты крафтятся в обязательном порядке браслетов в даун. Особенно в начале, когда, вероятнее всего, оранжевеньких и зеленых браслетов из шопа не будет. Ну и, как вариант, дофармливаем, докрафчиваем браслет Офф Хелл. Все. Это что касалось шмота. Вот и все, друзья. Общее мнение о этом классе вы уже слышали. Класс интересный. И сам бы с радостью на ножики поиграл. Интересный в ПВП, интересный в ПВЕ отыгрыша. Достаточно дорогой. Вот что меня больше всего пугает. То есть даже при том, что я планирую определенную сумму денег вливать в эту игру, это все равно очень дорого. То есть если вы там 400-500 в долгую собираетесь в течение какого-то полугода заливать в эту игру, то классно. Вам будет интересно. Вы будете убивать. Многие вас не смогут убить. В принципе присмотреться к классу ножей можно. Все. На этом заканчиваем. С вами был я, Мастер Чу. Не забываем подписаться на канал, поставить лайки и скинуть этот видеоролик своим друзьям. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok